— А хочешь, человеком будешь? — Человеком? — оно задумалось. Сначала я был камнем. Человек пришел и распилил меня, чтобы построить себе жилище. Затем я был деревом. Он пришел и убил меня острым оружием, а затем сжег в огне. Потом я был рыбой, он обманом поймал меня и съел. В следующий раз, не помню уже, а после этого я был носорогом, и он убил меня ради забавы. Даже когда я стал озером, он пришел и отравил меня. Что потом было? Я был жуком, и он проткнул меня острой иглой. Я умирал очень долго. Затем я стал цветком и жил в его доме, но он забыл обо мне, и я умер без воды. Даже когда я был котом, маленький человек задушил меня веревкой. Когда я стал муравьем, он заживо сжег меня круглой стекляшкой. Отец, ты же говорил нам, что мы должны любить человека. Почему он такой жестокий? За что он так издевается над нами? Дитя мое, это твое последнее воплощение в этом мире. После ты пойдешь дальше. Если ты хочешь узнать ответы на свои вопросы, ты знаешь, что нужно сделать. Но я ведь ничего не вспомню там, на земле. Ничего из моих прошлых жизней нет. И, возможно, я стану таким же, как и те, кто убивал меня. Возможно. Хм, хорошо. Тогда я стану. Подсудимый, вам понятен приговор? Да, понятен. Обжаловать его вы можете в установленный срок. Но, скажу вам честно, за убийство сорока человек вы все равно будете расстреляны. Несмотря на все ваши апелляции. И еще. Я так и не понял вашего мотива. Вы же не сумасшедшие. Судебная экспертиза это признала. Скажите, зачем вы их убивали? Человек ухмыльнулся. Не знаю. Мне кажется, я кое-что вспомнил. Автор Евгений Чеширко Рассказ Реинкарнация На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok